Пишет нам Аня. Уважаемый Михаил Лайтман, меня так и тянет сказать моим детям, извините, что родила вас в этот ужасный мир. Я так боюсь за них, просто не могу вам передать. Аня, таких писем больше и больше. Ничего нам сделать нельзя с этим. Мы должны верить в то, что находимся в полной власти Творца, и поэтому должны продолжать свою жизнь максимально, как мы понимаем, в какой-то близости к Нему, то есть в свойстве отдачи, в свойстве связи между всеми, желать миру соединиться. И я думаю, что все-таки попробуем пройти добрым путем к общему исправлению, хотя если нет, то, конечно, та же сила добрая, которая уготовлена нам, чтобы сблизить нас, будет ощущаться нами очень жестко. Вы же говорите с обычным земным человеком, который хочет жить простой, такой нормальной жизнью. То, что хочет, это не важно. То, что должен, это важно. Уже не получится, вы думаете, так вот просто, вот так вот? Нет, нет, нет. Не получится. Не получится. Нас будут просто терзать высшие силы, которые обязаны нас сблизить и научить, как правильно взаимодействовать между собой. До тех пор, пока Творец не проявится между нами, как сила добра, сила любви и сила связи. А ты представляешь, насколько нам надо еще до этого дозревать? Вот я представляю. Я представляю, человеку не хочется. Людям никому не хочется страданий. Ну, это же естественно, что человек... Естественно. Естественно. Но надо не желать страданий, а желать сделать мир лучше, не понуждаясь к этому страданиями. Ну, тем более женщинам, которые рожают детей, которые хотят, чтобы детям было хорошо в будущем мире. Это самая лучшая сила в природе. И они именно и должны заставить весь мир, всех мужчин думать о мире, о доброй связи, о исправлении. Именно ради своих детей. То есть, так или иначе, мы будем рожать детей? Обязаны. Обязаны даже, да? Этот процесс должен, не должен останавливаться? Этот процесс должен продолжаться. И мы все-таки придем к миру в мире. Но вся проблема в том, каким путем. Вот тут вот мы должны все-таки постараться всем-всем объяснить, что существует возможность достижения всеобщей связи, доброй связи, не злым путем. Не с помощью нашей природы, которая нас вынудит исправляться. А добрым путем, то есть, когда мы сами будем понимать, что процесс исправления, он может быть и с нашим участием. Вот мне интересно, даже, может быть, даже без этого клипа и не для него. Вот у вас разные состояния бывают. Бывает такое состояние, что это не так просто и не так близко. А бывает состояние такое оптимистическое, вот такое, знаете, вот придем, не волнуйтесь, мы обязательно к этому придем. Вот интересно мне. Я не нагнетаю обычно страх и тьму. Я говорю о том, что это будет, если есть два пути между нами. Да, если постараемся очень. Той же цели. Так что мы постараемся достичь ее добрым путем. А что требуется от обычного человека? От обычного человека, что требуется? Постараться найти добрые взаимосвязи с другими людьми. Самому, вот ему, да? Самому ему. И рассказать об этом, о том, как это необходимо, иначе нас природа вынудит к этому злим путем.